Голландские власти ранее сами запросили снаряд. Это необходимо им для расследования катастрофы MH17 над Донбассом. Тбилиси согласился на основании Европейской конвенции о взаимопомощи по уголовным делам. И в прокуратуре Нидерландов сообщили, что теперь ракета станет доступна для расследования авиакатастрофы. Боинг малайзийских авиалиний, напомню, выполнял рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. По данным Международной группы следователей, которую возглавляют Нидерланды, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», который доставили из России. Но Москва отрицает свою причастность к крушению Боинга. Защита Кирилла Серебренникова намерена обжаловать продление режиссеру домашнего ареста. Накануне вечером суд постановил, что Серебренников пробудет под домашним арестом до января. Защита настаивала, что у режиссера забрали документы и скрыться он не сможет. А на свободе ему необходимо закончить съемки фильма и поставить спектакль. Но суд согласился со стороной обвинения. Другим фигурантам дела также продлили меры пресечения. Так, экс-директор Google-центра Алексей Малобродский останется под стражей. А бывший гендиректор седьмой студии Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева под домашним арестом. Дочерняя компания «Ростеха» обвинила «Сименс» в угрозе суверенитету России. Речь идет о скандале с поставкой газовых турбин в Крым. Компания «Технопромэкспорт» подала иск в суд. По их словам, в контракте «Сименс» оговаривалось, турбины могут быть установлены только в Краснодарском крае, а их использование на других объектах было возможно только с согласия концерна. Напомню, российская компания закупила турбины и в итоге переправила их в Крым. И в иске говорится, что с помощью такого контракта «Сименс» стремилась заставить Россию исполнять санкции Евросоюза. Именно в этом истец усматривает угрозу суверенитету страны. О деталях судебного разбирательства рассказали два источника портала РБК. Сейчас немецкая компания требует расторгнуть контракт и вернуть им оборудование. Лидер организации «Христианское государство» останется под арестом до конца ноября. Мосгорсуд отклонил его жалобу. Александр Калинин рассказал на заседании, что был судим за убийство, разбой и подделку документов. Его обвиняют в принуждении к отказу от сделки. Калинин и его соратники угрожали кинотеатрам в связи с поджогом фильма «Матильда».